Привет всем! С вами Наташа и сегодня хочу провести свой третий выпуск Арифлейм. Хочу его посвятить такой теме, как регистрации. Смотрите, ребят, с чем столкнулась. Во-первых, хочу поделиться своими достижениями за это время, пока с вами не общалась. Что узнала нового и интересного. Продолжая развиваться в компании, за второй каталог 2017 года вышла на уровень 6%. Не знаю, для кого-то это достижение маленькое, для кого большое. Для меня любое достижение, которое есть у меня в жизни, я ценю и уважаю. Почему? Потому что я себя люблю, потому что я лучшая. И предлагаю каждому человеку так же думать о себе. Потому что на самом деле это правда. Не потому что, скажем так, вы так думаете, а потому что это на самом деле так и есть. Каждый человек сам по себе уникален. Он должен быть самым лучшим для себя любимого. И благодаря тому, что вы себя любите, цените и уважаете, вы также будете относиться, во-первых, к окружающим. Во-вторых, вы будете делать все для того, чтобы жить в тех условиях, к которым вы стремитесь и в которых вы хотите жить. Значит, это то, что касается уровня, на который я вышла в Арифлейм. Что касается трудностей, с которыми я сталкиваюсь, да. Ой, я что-то смотрю, я прям перекрасилась сильно. Ну, я имею в виду косметику. Ну, так и есть. Ладно, так уже будет. Таким будет сегодняшний день. Вот, смотрите, что касается, с какими проблемами сталкиваешься. Даже не с проблемами. То есть, всегда ты проходишь какие-то препятствия, работаешь с какими-то, не проблемами, вопросами, возражениями, да. Что на данном этапе у меня есть, какие препятствия, да, на пути встречаются. Первым таким препятствием могу выделить то, что во время рекрутирования, да, подписания новых консультантов в компанию, немного, ну, вот, знаете, люди откликаются, да, наше дело, как можно больше людей проинформировать, что есть такая возможность заработка, что есть такой сетевой маркетинг, что такое сетевой маркетинг, да. И, возможно, либо я неправильно доношу информацию, либо к человеку информация не так доходит. Потому что, знаете, вот, пугаются чего? Зарегистрироваться. Во-первых, пугаются названия Арифлейм, да, что в Арифлейм мы не хотим, зачем нам Арифлейм, Арифлейм это фу-фу-фу. Но разве фу-фу-фу то, что все знают об Арифлейме? Наоборот, это хорошо. То есть, здесь уже какая-то история у компании и Арифлейме. Почему фу-фу-фу? Потому что раньше были эти Арифлеймщики, которые бегали с торбами, да. Сумки вот эти огромные в клеточку, это какие-то грязные ногти были. И, возможно, из-за вот этого вот есть какая-то такая негативная реакция. В остальном же сейчас Арифлейм это не на земле Арифлейм. Это Арифлейм тот, который онлайн-проект. Я представляю экспресс-карьеру, кстати, если кто не знает, в каком проекте я зарегистрировалась. И это совершенно другие знания, совершенно другие подходы, которые мы используем в работе. Мы, это моя команда с девчонками, с которыми я работаю. Во время регистрации люди, которые, допустим, зарегистрировались, согласились на регистрацию. Ты им все описал, что надо делать, раскручивать, информировать людей и так далее. То есть, есть бесплатное обучение, которое тоже предоставляет наш проект абсолютно бесплатно. Обучение на самом деле бесценно, потому что это надо прожить, это надо попробовать. А прожить и попробовать это время, которое мы вам во многом экономим. То есть, если бы, грубо говоря, без нашего проекта вы пришли в Арифлейм и начали использовать все методы, все это пробовать, то у вас бы это заняло по времени в разы, в разы больше времени. С нами же вы сокращаете это время и быстрее достигаете результата. И все это ты стараешься донести людям, на что люди сначала вроде бы активные, они хотят развиваться в проекте, они хотят себя попробовать. Потом же, либо из-за лени, либо из-за недостаточности информации, они просто уходят, ну, скажем так, сливаются, не попробовав. То есть, они не прочувствовали, они не чувствуют, что ли, эту возможность. И я пока что не знаю, как эту возможность донести в более краткие сроки. Потому что ко мне тоже не сразу пришло понимание, да, чего я могу достичь в проекте и достигну ли я чего-то. То есть, сначала были, конечно же, сомнения, но больше всего во мне горело желание. Желание следующее. Если вот эта девушка смогла, то почему у меня не получится? Или если у этой женщины она уже там сэфировый директор, то неужели у меня не получится? То есть, ты примеряешь себя к какому-то человеку, там, к директору, к менеджеру, я не знаю, какие у вас примеры есть, да, людей. Ты сравниваешь себя этого человека и понимаешь, обладаешь ты тем набором качеств или нет. Или наоборот, ты думаешь, что ты вообще намного лучше того человека, и у тебя должно всё получиться. Ну, то есть, разные, да, подходы есть. Вот. Поэтому, когда человек, не попробовав себя, то есть, он там, грубо говоря, попробовал недельку и ушёл, мне непонятно. То есть, значит, человеку не хочется меняться, он не хочет испытать себя, попробовать свои силы. Вот это вот мне непонятно. Поэтому, ребят, ещё раз хочу обратить ваше внимание, что возможность на самом деле уникальная, я не преувеличиваю. Её надо прочувствовать, её надо использовать. Потому что сетевой маркетинг, это на сегодняшний день, да, это та возможность вот именно в странах бывшего Советского Союза. Почему? Потому что, ну, у нас сетевиков по всем странам, там, Казахстан, Украина, Молдавия, Россия, это где-то процентов 20, да. В Соединённых Штатах Америки, в Европе сетевым маркетингом занимаются, да, там, разбогатели, это 80% людей, это миллионеры. Поэтому, ребят, ну, выводы делать вам, ну, давайте будем реально смотреть на вещи. Если здесь попахать в проекте, если здесь обучаться, если здесь делать то, что говорит вам наставник, то неужели вы думаете, вы не сможете добиться результатов? Ну, хорошо, вы не добьётесь результатов за 4 месяца, потому что у вас там, ну, могут быть какие-то проблемы, могут быть какие-то, знаете, вот там нет регистрации, ещё что-то, ещё что-то, какие-то моменты. Но за год, ну, не сможете вы быть вот на уровне ноль и через год на уровне ноль. Ну, не бывает такое, если ты всё делаешь, что говорит тебе наставник, если ты работаешь в связке с командой, вот так вот, в цепке, ты не останешься на этом ноле, ну, честно. Поэтому пробуйте, прошу, пробуйте в свои силы. Я вас не приглашаю именно к себе в команду, если там кому-то, а, зовёт в Арифлейн, да вот мы, пожалуйста, не надо. Мне нужны партнёры, которые хотят работать и зарабатывать, с ними я готова вместе сначала обучить их, потом вместе с ними расти. Вот такие люди мне нужны, поэтому всем желающим милости прошу. Я только за. В новых выпусках расскажу, какие изменения произошли со мной, насколько процентов я выросла. Ну, и так буду поддерживать с вами связь. Всё, всем пока!